Там у меня комментарий был один под видеороликом, где орки отрезали голову украинскому военному. Что, а что вы видели, как украинки растерзали какого-то российского военного? Я не видела, я не знаю, о чем речь. Но я себе представляю, я пришел вот сюда военный, я сидела из-за него там три недели в подвале, да. У меня умер мой отец, да, или там моего мужа расстреляли. Я выхожу, вижу, ну, связанного этого орка. Вы что думаете, я буду с ним делать? Что вы думаете, я буду с ним делать? Какая рука дрогнет? Какая рука дрогнет? Вы что, с ума сошли? Вы понимаете, вы меряете, вот просто, я не знаю, как можно мерить одними весами смерть на смерть. Как можно мерить одинаково? То есть, понимаете, орк, который пришел в украинский дом, заслуживает всего, чего захочет украинка. Абсолютно всего. Вот абсолютно. В то же самое время человек, который защищает свою землю, не заслуживает, чтобы у него волосинка с этого упала. Вот я говорю, что орки там бурят, их там жарятся в танках, там по кусочкам надирают. Ну, я издеваюсь над ним, потому что, ну, они же орки. Они пришли убивать украинцев. Все, значит, над ними надо издеваться, их как угодно. В то же самое время, я когда читаю, когда погибают украинские военные, вот сейчас написала девушка, двух ее одногруппников разорвало. И их по частям собирали. Это горе. Мать не может положить, как бы, в гроб тело сына, потому что по частям собирали. Вы понимаете разницу? Защитник, это огромное горе. Потерять защитника, это огромное горе для страны. А потерять этого захватчика, ну, блядь, кому эти захватчики нужны? Они вам нужны. Вам нужны орки. Вы серьезно? Вот сейчас эти орки вернутся к вам домой. Что они будут дома делать? Вот я видела, приехала орка домой, без ног, сидит у какого-то там публичного туалета. И выходит из публичного туалета какой-то дедушка. Так он к нему накинулся начнет. Он, ладно, ходить не может, двигаться не может. Но он руками тянется. Что он пытался его там... Блин, я не знаю, что не будет с вами делать. Даже без ноги будут вам ебашить жизнь в России. Понимаете? Вам орки не нужны, украине не нужны. Это просто мусор. А про мусор никто, так сказать, нежно разговаривать не будет. Это мусор. Это аборт, не сделанный вовремя. Понимаете? Лишние люди. Так что не забывайте разницу. Если орк попадает на территорию Украины, и с ним уже делать абсолютно все. Все. Что украинцы хотят, то и пусть и делают. Но если речь идет о защитнике, защитнике, который защищает свою родину, это с его головы не должно упасть ни одна волосинка. Поняли? До свидания. Продолжение следует...